Друзья, как я уже давно замечал, на хорошей выставке собираемся в хорошие встречи. Друзья, поближе к нам! И в каждой местности, в каждое время встретишь такое сочетание, такое сообщество замечательных людей, замечательных лиц, которые пришли сегодня на открытые выставки Екатерины Пасецинской, «Одиночество города». Конечно, большинство близких, бывающих здесь, не нуждаются в рассказах о том, кто такая Екатерина Пасецинская, вот откуда она взялась, чем она занимается. Но я допускаю, что есть люди, которые, я думаю, не так много, которые летели, поэтому буквально вот все-таки скажу несколько слов о Екатерине, о художнике, которая сначала научилась хорошо говорить на французском, затем получила прекрасное художественное образование в академии тогда еще и Мухиной, но получила признание поначалу не в Петербурге, а во Франции, в Лагиже. Можно с какой-то незначительной долей гиперболизации говорить, что Екатерина Пасецинская – петербургско-парижский художник. Действительно, например, первое премио было присвоено ей в 1992 году именно во Франции. Именно в Париже она была участвована в салонах записимых, салонах Гранд-Пале, но пришло время, и ее наконец-то стали замечать, видеть, любить и ценить и в Петербурге. Лично я, вот, полюбил ее работу из клярова взгляда лет восемь назад, может быть, позже многих, увидев вот «Накладыще искусства» в Манеже, когда там был такой жанр ежегодных отчетов. И буквально живых художников можно было лишь нескольких выделить. И среди графики, как бы, оказалось, просто вот и равных не было, и в Масецинске. Если мы посмотрим, скажем, историю вручения различных наград в номинации «Графика» в Санкт-Петербурге, то здесь вот просто что ни год, то вот очередная награда, очередное признание Екатерины Песецинской. Художественное сообщество, конечно, знает ее. Но вот хотелось бы, чтобы еще и вообще самая широкая публика, как говорила основательница этого музея Варварина, чтобы любой человек с самым обыкновенным высшим образованием мог увидеть и понять искусство. Вот, собственно, для этого и делает выставки художник. И вот, к счастью, вот я давно-то мечтал о выставке Песецинской, но ведь у нее редко, но не всегда, не всегда накапливается на выставку необходимое число работы. Впрочем, вот была прекрасная выставка в Новом музее, недавно была выставка книжной графики. Ведь Екатерина владеет многими-многими техниками искусства и батиком, и даже ткачеством в юные годы занималась. Скажем, вот даже получала приз за ростность пасхальных лиц в Европе, в начале 90-х. Но, прежде всего, мы знаем ее как мастера пастели со своим уникальным, узнаваемым почерком, стилем, настроением. Ведет манера писать пастелью поверх прозрачного акрилового грунта, задающего текстуру поверхности. Делая ее пастели, напоминаю, живописи, основную локацию света, по фактулингу. В ее работе есть, что смотреть. Бывают, конечно, эффектные работы, как бы первого и последнего взгляда. Я думаю, каждый из нас такими встречался. А в работах Екатерины есть, что смотреть. На них хочется смотреть, они излучают что-то, излучают некий такой свет, настроение, хотя я обладаю такой внешней, туристической яркостью. Скорее, связь относится к другим другим характерам. Действительно, встречаются с другими лучшими лагерями. Она из тех художников, которые читают книги, оформляют совсем уравно список книг, оформленных, где ее похоже, издания Мельтанова, «Люкосипа Нандерштама», «Канин» и «Листца». Это, конечно, и стадия для офицеров, но Мельтану много не бывает. Это понятно. И вот очень рады. Добрый вечер. Ну, Катя. Откуда вот Катя взяла? Вот Катя Руслая с вами, сам соблюден, сейчас на глазах Геставра таким знаковым и тем художником, которого все знают, которые отличают, которые любят, смотрят, смотрят. Ну, мне, конечно, много раз уже приходилось выступать с нашими выставками. Сколько их было, и, например, на всех, кто нам больше, и много, много еще, кто сам говорит, и о том заслуживании, дискуссии того заслуживания. Ну, я думаю, что, когда я взяла цельный путь, я хотела бы сказать, скажи, не исключено, все-таки, я написал секцию, что для меня о том, что женщина ушла, ушла декоративно прикладная. Ну, и декоративно прикладная тоже хорошо, как в секции. Она сразу сельскохозяйственная сельскохозяйственная она продолжает делать свои дела. И, конечно, очень приятно, что она, ну, основной, что был, поставь сейчас такой, неоспалковый, и она тем, вот этот, большой путь, который у нас совершенствуется без конца, и который здесь представлен. И, тоже, видимо, выставка проедала про, где мне только что сказать, кое-что. Замечательная, что, замечательная администрация по нашему штабу. И вот эти три сети, и эти, на основе, очень красивые. А вообще, всегда, от этих, так что, молодец Кады, так что, любим Кады, будь здоровы Кады, берем Кады, и так далее. Так что, спасибо за эту выставку, и так далее. Спасибо. Действительно, ты входишь в зал, и тебя сразу схватывает. Искусство, которое здесь висит, захватывает, я бы сказал, одержит. Но вообще, Катя, мне кажется, это, как бы, такой вот, замечательный пример, человека, выросшего, на самом деле, во многом, на, вполне определенных, таких, как бы, культурных явлениях. Я вот, на самом деле, на самом деле, честно, по поводу, да, что, Катя, ты вообще-то, на самом деле, такой, совершенно, импульсивный, есть. Вот если так, разобраться, по философии, да, на самом деле, конечно, это вовсе, даже не графично, честный способ. Это настоящая живопись, полноценная, со всеми ее достоинствами, со всеми богатствами. Смотрите, цвет, свет, воздух, фактура, все есть, на самом деле. И, вот это, как бы, вся эта палитра инструментов, которым пользовался подручить, Катя, абсолютно, абсолютно, свободно этим владеет. Абсолютно деликатно подходит к цвету. Потому что, ни одного, нет, пятна случайного. Все очень точно посажено, очень четко, абсолютно мастерски. И замечательная, совершенно, действительно, поверхность. Вот, если вы посмотрите, это, действительно, заслуживает того, чтобы просто, вот, близко глядя, изучать, путешествовать по поверхности, которая создает художник. И вот это, ощущение вибрации от поверхности, вот этих неровностей, как бы, переходов цветей темнее. И создает, абсолютно, такую, знаете, волшебную, совершенно, живописную, по-другому не назвать. Это, действительно, понимаете, как раз. Ну, нет, у графики, конечно, есть свои, там, достоинства, но это живо. Несмотря на, там, чисто технический, как бы, за пастель, это графическая техника. все правильно. Все правильно. Вот у нас у всех, если у меня точно много, бывает, бывает, а Катя очень ровная. Когда? Ну, то есть, потом, что еще хотят подсказать. Ну, тут говорят о живописи, о графике, ну, для меня, абсолютно мезородично, живописи. Потом это, насколько эти понятия стерты, на современном этапе, она замечательная. вот мне тоже, я заставляю. Вот, почти каждый спикер стоит у нас про вот, замечательное издательство Наташа. Наташа? Ваши коллеги, как бы Наталья расскажет несколько слов о вашем сотрудничестве, о работе с компетентами? Спасибо большое, дорогие друзья. Очень рада, что здесь будет столько людей. Им всегда рады видеть прекрасные лица на выставке Ему Сирена. Совсем недавно мы в Сирене открыли выставку иллюстрации «Квозь по мандачитам» и посчитали на этой выставке, что уже шесть книг Катерина Федерской опубликовала в нашем издательстве. Но, мне кажется, какую бы книгу она ни оформляла, что бы собственной работой книги она ни делала, мне они чаще всего напоминают о мандачитаме все равно. Я, боюсь, что повторюсь, но я уже однако говорила, вот «Сестры и тяжести, нежности» и «Квозь по вашим приметам» это то, что можно сказать о любой работе Ему Сиренской, а не только о работе иллюстрации Костяна Дельштама, потому что здесь есть удивительный, конечно же, свет, удивительная лёгкость, видвиженная нежность и при этом некая архитектурная монументальность. Каким образом чудесно мы сочетаем эту работу, я не понимаю, это, наверное, называется мастерство. Мы счастливы сотрудничать с Екатериной и очень надеемся на будущие книги. Ещё два дня идёт в другом пространстве. Высок, идёт сразу к мандачитаму и можно сравнить. Спасибо огромной рации за очередную возможность определительно увидеть Сиренской на коже. Спасибо. Алексей Перьянов, майское слово. Я не могу так хорошо и профессионально говорить, как предыдущий оратор, поэтому будут рады, потому что все, может, немножко устали и хотят, в конце концов, пострадать. Значит, мне кажется, что самое-то главное сказал Борис Пастерлантов, замечательный наш поэт. Талант — это та единственная новость, которая всегда навал. И мы наблюдаем талант Кати Пасицейской уже где-то 10 лет, значит, которая развивается, которая, собственно, не стоит на месте. А секрет этого простой — это работа каждый день, и размышления каждый день, и внутренняя такая культура, которая привита её родителями, временем. И она не сдалась, занимается самым высшим пониманием того, что должен заниматься художником, она работает как художник, имея перед глазами опыт, собственно говоря, самых высших мастеров своего жанра. Тех, которые были 100 лет, 200 лет, 300 лет. Она хорошо знает историю искусства. Но что такое художник? Повторюсь, как я несколько раз говорил об этом. Художник — это тот человек, который придумал свой мир. Вот это редкое качество. Вот их мир. Олег, их не надо. Один, в каждом, когда вытаскивает мир, ты с современником говоришь. И мир, гадивость, это тоже мир, который никогда не исчерпит будет. Как и мир Реверанта, и Шеродора Дамиле, и так далее. Если ты не создаёшь твой мир, ты можешь достичь высокого, вертуозного даже посредства. Но когда люди не вспомнят твоё мнение, значит, что это сделать не так. И поэтому внутреннее понимание того, что вот как это делается, мы, конечно, не поймём. Это дело Божье. Поэтому художник катится. Она практически слушает, что и шепчет Бог наружу, как говорится. Бога. Её шепчет. А где, по-моему, правильное слушание? Потому что каждый из нас видит развитие этого человека. Одна ступень, другая ступень, третья. И мы не видим концентру. И слава Богу, значит, она персонавливается. Она копает именно вглубь, а не в шипках. Она не думает о деньгах. Они на глазами её находят. Ну, бывает. Часто. Ну, не часто. Но это ещё не конец истории. Поэтому, ну, заканчивай, как в этом момент испечь. Спасибо, Иерархтика, конечно, потому что всё же каждый из нас художник, значит, вращающийся художник, который убывает на какие-то выставки, больших, не больших и так далее. И потом встречается, выбивая в каком-нибудь какой-нибудь. Ну, сколько художников это сделал? Эти стаб, которые были на этой выставке. И в лучшем случае вспоминаются все. А в идеале это реально самое. Потому что это то же самое происходит и в Абракции, и в Англии, и в техниках, где мы тоже забываем. И могу сказать, талант крайне верный. И в Кате мы видим абсолютный талант, который должен быть художник. Мы будем гордиться тобой этим вечером. И тем, чтобы Бог всегда такой нормальный, хороший, который всегда и останется. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Сначала. Как-то уже несколько лет. Ну где-то не там, в проекте, сделайте свои выступы в параде, но на уровне каких-то мечтаний. Большое спасибо Владимиру, который в начале февраля фактически меня поставил почти перед фактом, сказал, что есть дата 12 апреля. Готова ли я? Ну я подумала, что в общем 22-й год, несмотря на то, что если цитировать Ахматов, который сказал, что спрески, может быть, не тайная цитата, спрески сознания без памяти подменили. Это 22-й год для меня такой. Когда были спрески сознания, то мне удавалось какие-то работы сделать. Вот. Поэтому, в общем, наверное, что-то было. Плюс, хотелось сразу сказать слово к данным спрекционерам, которые доставили работу из своей коллекции. И, в общем, спасибо огромное, что это все состоится. Дело в том, что только если Кирилл что-либо поговорить, он очень сложно. Мы же говорим искренне, честно. Ну, да. Ну, просто на базе, вам скажу два слова. В интернете есть какая-то игра называется «Опчеллиж». Значит, там лучшие французские художники, лучшие мировые художники. Ну, я и периодически играю. Киногол. Значит, вот, например, французские художники. Ты смотришь «Сезанн», «Валькер», «Бангкок», «Моне», 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 «Моне». Вроде «Сезанн», но не «Сезанн». Вроде кто-то. Ну, наверное, все-таки «Сезанн», «Курск» или «Маск». Думаю, ладно, три экрана. Следующая игра. «Коген», «Сезанн», «Моне», «Ленуа». А дальше, вроде «Ленуа». Ну, наверное, не «Ленуа». Я пишу «Ленуа». «Лебаска». Потом пишет, что «Макаршина». Ну, я «Макоген». Пишу «Коген». «Лебаска». Так вот. Не хочется за историей искуса остаться «Лебаской». Спасибо большое всем. Прекрасный момент для вручения к Светову. Поздравляем Екатерина с открытием выставки. Ура! Ура!